здравствуйте бафсуновский с вами значит ребят сразу смотрите в описании потому что я говорил есть еще одно видео на него ссылка сначала его смотрите потом это в этом видео мы поговорим ну во первых подведем итоги сергеем и для других ребят школы поговорим про сергей не боится делать на публику индивидуально с каждым я не занимаюсь но я занимаюсь вот допустим сергеем в школе в группе почему что потому что это полезно для всех то есть какой смысл этих занятий смотрите человек приходит школу он как правило получает ссылки и в том числе на начальный уровень python то есть на сайте pro365.net он проходит сначала курс где значит технически знает знакомиться с python кто только решил изучать язык вы просто переходите изучаем язык программирования python от а до я начинаете вот бесплатных уроков когда у вас есть доступ то вы потом переходите дальше и как только дошли до функций вот здесь все курсы они идут по порядку и у вас есть первоначальное понимание python но как правило для того чтобы писать что он делать да ребят действительно реально писать ну конечно писать научиться писать проще с преподавателем потому что ребят первое выполнять некие примеры и задания это бесполезно надо реально разрабатывать чтобы разрабатывать надо учиться разрабатывать но в чем заключается моя роль как преподавателя то есть новичок который приходит в язык он изучает язык то есть изучает как вот в уроках есть типа объектов что это значит типа объектов но буду повторяться в некоторых местах вот сейчас воспринимайте на слух например самый простой пример если я уже его приводил если вы идете в магазин вы просто делаете список до берете лист бумаги ручку и пишите там купить там картошку гречку колбасу курицу и так далее и так далее само собой программирование тоже есть список потому что программный код это и есть продолжение нашего до кода только в программном коде в программном коде список тот же распознает язык программирования по квадратным скобках скобкам то есть когда поэтому видишь что это квадратные скобки значит он понимает это список в данном случае мы список в жизни ручкой вписываем там хлеб молоко так для программы существуют определенные методы то есть мы тоже можем добавить список но дав команду python что мы будем добавлять вторую да в команду input вот чтобы можно было вводить в и давайте посмотрим дальше то есть это итог вот мы строили дом до первый этап обучение языку мы сергей масса чем то есть тренировали функции вот в этом и есть многие хитрости почему функции объясняю можно язык давать как-то да вот непонятно это не работает можно язык давать примерах это тоже не работает ребят скажу сразу а что работает работает когда человек реально берет и начинает разрабатывать вот то что делал а сачи в данном случае в данном курсе вот в группе он делал то есть он разрабатывал летать и я увидел что человек реально начал писать на двух языках за пять месяцев то есть понятно ребят что чтобы научиться ремонтировать машину надо идти и ремонтировать ну понимаете из какой оперы а какой оперы я говорю но первые этапы мы не могли перейти к сложности поэтому когда вы приходите в школу да вы можете изучать джанго то есть урока много больше 14 уже суток видео во всей школе зашли в кабинет и погнали нажимаете ссылки и пойдете по шагам но ребят мы сегодня говорим о этапе когда человек изучил язык между вот этим изучил да сейчас вот смотрите сейчас я нарисую чтобы было более понятно вот этап 1 человек например мы его характеризуем тем как я говорил только человек допустим заходит на про 365.net знакомясь с языком ранее в школе было и ранее и есть то есть мы переходили джанго делали и все так далее потом начали обращать внимание именно вот смотрите вот здесь этап идет практике ну например идет джанго джанго там машины обучение есть немного и многое многое другое по сути дела то что мы делали с асачем что это все делается джанго но там имеет свои классы но все таки за эти годы я заметил что вот это вот расстояние до человек изучил язык он в принципе знаешь такое список изучил джанго начинает изучать начинает писать сайты но у него вот этот период если он сам не писал для себя на чистом python то у него получается провал да то есть да я понимаю что такое список да я понимаю что такое кортеж но я не понимаю это изнутри вот это звучит примерно так и вот этот пробел мы решили устранить но на самом деле не все так просто например но здесь очень много увидите вот переписки то есть сергей шел в три этапа какова была моя цель ну давайте я покажу и так моя цель была следующая сейчас я напишу словами потому что все таки когда есть слово я заметил человек не только запоминает но он как-то начинает анализировать первое из чего мы складывали обучение на этом этапе язык до функции на самом деле родилась целая методика то есть мы работали в пределах функций методик изучения языка довольно много вопрос в том что многие преподаватели они вообще не задумываются ребят но признаюсь вам честно но я тоже года четыре вообще не задумывался ну даешь языки даешь но понимаете разница в чем разница именно в том что как человек научиться вот смотрите сейчас я попытаюсь очень точно выразить мысль вот придумал ну не совсем похоже но это машина вроде когда маленькие колесики вот смотрите одно дело говорит так что иди делай машину человек не знаю что дело другое дело он читает книгу но подумайте а если мы готовим мастера если рядом стоять и обсуждать с обучаемым обсуждать что вот нам надо починить стартер то есть то что крутит значит маховик двигателей ну и заводит грубо говоря простыми словами автомобиль это стартер так это так в общем если нам надо открутить тоже стартер одно дело стоять и и вместе определили причину ну давай откручивай стартер для этого что ты будешь делать вот он нашел стартер то есть постоянно грубо говоря с мастером до быть вот он открутил стартер да но он все делает сам но при этом мастер нужен для того чтобы он на данном этапе не открутил допустим нечто другое которое не нужно а направлять его действует только на то на то что нужно вот так и в языке методик много и когда я делал сайт где собирался рассматривать именно начали рассматривать котлин здесь методика начала применяться другая вот где я увидел что люди в течение нескольких месяцев начинают писать почему когда когда-то я сейчас просил спросил вот валера когда ты пишешь сайт что ты пишешь но я пишу классы ну я говорю да я пишу методы то есть те же функции а почему бы обучение не сделать именно что в основу поставить во первых функцию то есть метод функции это функция а в классе просто функции называется методом это чтобы людям было то есть программистам было удобно различить между собой метод это значит классе но это та же функция при этом и там и там допустим инструкция dev что функции что в методе так вот если поставить функцию да то есть то что человек реально при помощи пишет там графические интерфейсы к сайты в центр и вокруг нее строить обучение а функции мы что используем правильно мы функции используем типы объектов то есть если посмотреть то допустим вот у нас есть функция и здесь используется типа объектов и а типа объектов уже они разные в python ну например то что мы говорили список список это такой же как в жизни список тот который мы пишем на листике единственная разница в том списке который в языке программирования имеется то что в него можно добавлять также много элементов да но можно совершенно разных элементов если бы мы вот эти начали разные элементы добавлять с первых шагов то скорее сергей бы запутался поэтому мы пошли очень простым путем начали делать сначала просто добавление словами чтобы начал обретаться опыт так мы работали в пределах функции я понимал для себя что надо на что вот как преподаватели я говорил а вот сейчас использовать допустим true except я четко понимаю что эта конструкция очень часто используется в джанга она очень удобно и направлял человека то есть делает участник всегда сам ребята это самый важный этап и опыт его остается то есть он сегодня пишет действительно двух языках пусть пока не профессионально очень но вопрос в том что он пишет он реально пишет то есть остается вопрос только накопление опыта язык и принцип работы языка с первого этапа он точно понял то есть он понял как используется типа объектов как пишутся функции как пишутся классы и само ядро языка у него вложилась и вот целый весь вот это все обсуждение функциях мы я его направлял допустим а поработали с этим потом смотрел агана с аргументами потом я его направлял допустим ага надо поработать чтобы функции используют другие функции то есть чтобы он основу схватил потом я дал ему задание которое придумал главы про зоопарк дал определенные условия и он все весь этот зоопарк начал писать на функциях то есть мы здесь вот обсуждали все и это эти уроки рекомендуется для проделывания абсолютно вот нашли до функции да вы изучаете джанга но вы ребята проделывайте проделывайте только делайте по-своему не посматривайте то есть шли объяснение код код объяснение переписка и так далее и так далее и в итоге я вижу что серьез начал спешить и быстренько пришел к классам а я то сижу и понимаю ага мы он разобрал то есть получилось разобрал объекты пойми понимает как их применять то есть почему я делаю что понимает но например что для того же поиска он выбрал выбрал словарь потому что там идет действительно пояс по ключам это быстро удобно хорошо то есть где-то поставил кортеж но и в результате в результате вы пришли к тому что он написал начала писать уже классы и в классах также я начал обращать внимание на те же важные вещи которых даже не подозревают многие люди это использование сельф добился от него понимания что делает сельф потому что большинстве своем допустим я после трех лет изучения программирования даже ну не обращал внимания но цель и сельф а когда 8 лет я в программировании я четко понимаю что если понимать сельф то мы понимаем вообще внутри как работает python делом ссылки создает как он обращается к типам объектов и понятно что когда мы это понимаем мы начинаем писать код уже осознанно в результате мы пришли как я вижу к классам да но программа вот видите он легко начал работать с конструктором и нет для новичков это непонятно но дойдя пройдя по этим урокам вам будет понятно кто все эти вопросы вы будете проходить но у нас все же остаются слова слова да то есть мы видим что по коду я вижу что на данный момент серёжа просто отталкивается и боится заменить слова хотя это было изначальное задание писать слова потому что если мы сразу начали программировать с применением всех методов то скорее всего это только запутала но сейчас когда он научился писать именно логику да то есть он понимает что делает и делает это осознанно то теперь пора программу делать более профессиональной то есть все слова все слова вот эти все принты до заменять возвратом то есть ретуром реальными методами то есть если в список то не вручную вписывать там тигра лошадка и так далее а уже добавлять при помощи методов которые допустим доступность списку то есть а там есть методы и добавить удалить и так далее и у нас то есть начать применять язык на более высоком уровне и в чем у нас плюс все-таки здесь получился хотя я изначально основную задачу ставил работа в пределах функций но так как захотелось ему быстрее быстрее в классы то мы имеем очень хороший результат каком плане ну в принципе функции мы я вижу разобрались и учитывая смотря по коду я вижу что понимает как использовать функции понимает как использовать if x else понимает true except это использовать как про ним понимает цикл и вижу что по нему то есть само написание программ виду вижу понимание вот это пошло но более кропотливое то есть углубленное расписание но оно и не могло быть сразу почему потому что я же говорю человек бы запутался и вот я сколько вам рассказываю да вот этот вот периода то есть чтобы реально начать писать вот этот пробел мы убираем так вот ну давайте мы перечислим функции мы знаем то есть перед этим мы что изучали первично мы изучали типы объектов то есть список словарь объектов теперь давайте функции мы изучали классы начали до классы но давайте мы подумаем что и в функциях мы работаем при помощи типов объектов и в классах мы работаем с теми же функциями только они называются методы то и да но опять же методы тоже работаю с типами объектов и вот этот пробел нам сейчас надо устранять потому что если пустить это на самотек то в принципе образуется очень большая белое пятно почему натаскивать надо функции мы натаскали то есть в принципе еще раз повторюсь вот сейчас важно воспримите на слух эту важную информацию в чем суть метода и почему он работает потому что мы работаем с функциями а функция свою очередь просто нет а функция также это рабочая лошадка и так же когда мы пишем программу сайт мы используем функции то есть и тогда я задался вопросом а почему бы человека не учить сразу писать функции и уже в пределах функции рассматривать язык и тогда все стало на свои места то есть действительно человек начал программировать но опять же вот мы довольно много прошли но метод функции это одно и то же только в классе я сказал называется метод а в обычном коде функция чтобы различать но все это делается и в классах и в функциях еще раз повторяем мы орудуем или как тут оперируем оперируем объектами чтобы совсем новички понимали давайте вернемся к первому уроку то есть вот у нас был дом да квадратные скобочки показывают что это список то есть язык программирования python показывает это список и вот здесь мы уже видим определенное многообразие допустим список python может добавить все что угодно и мы видим что здесь добавлен словарь здесь добавлено число здесь добавлена строка да но сейчас сейчас на данном этапе нам надо заострить именно внимание на то чтобы все эти добавления происходили только именно методами python то есть мы не вписывали это вот мы начинали мы не вписывали именно там вручную кирпич лопата это мы делали на первом этапе чтобы понять как это работает да чтобы понять структуру функций и многое многое другое вот а теперь мы будем это делать но уже на более высоком уровне вот для этого я говорю что скорее всего надо будет заменить задание потому что зоопарк он зашорен во первых Сергей полез в классы и нам пришлось и серв и потом нам пришлось планирование то есть ну как то немножко не по порядку но главное что учли и сейчас получается нам надо все равно все переписывать но вы знаете в чем тут получается проблема проблема в том что Сережа мысли то двигаться в том направлении а нам надо обучающий эффект поэтому наверное проще будет изменить задание да чтобы убрать и ассоциации составить задание таким образом что будет вынужденная именно вынужденная необходимость использовать как можно больше типа объекта вот я думаю именно это будет правильно да то есть начать работать с объектом в пределах функций в пределах классов тогда язык начнет становиться быстрее потому что на самом деле если взять Django все это здесь есть только в Django это все написано мы просто используем но не имея понимания допустим достаточно ООП мы никогда не сможем реализовать так как бы мы хотели очень классно когда мы не понимаем как работают те же мета то есть функции да вот как мы тренировали я говорил здесь true то есть то нам всегда приходится где-то подсматривать и сами мы не можем написать в школе построено так что есть только задание и дальше он вынужден писать сам вот это когда человек делает сам именно разрабатывает это и есть очень хороший стартовый опыт чтобы заложить мощный язык мы моя то какая цель чтобы человек смог по языку и по языкам двигаться самостоятельно это у меня получается ну ну для тех кто совсем начал с этого видео сайт spb-retout.ru он тоже есть там ссылка на другое видео получаете пожизненный доступ и вперед занимаетесь в школе много направлений поэтому не буду перечислять сейчас мы делаем многопрофильное программирование то есть я рекомендую изучать и python и jango ребят многие думают немножко по-другому то есть какой язык ребят я тоже когда-то так думал много найдете и на канале youtube на моем материала почему python python это мы даже не обсуждаем изучаем python потому что это палочка вручалочка но подумайте о языках как о языках которые перекрывают рынок и если вы подумаете что python можно писать все или практически все то kotlin это мобильное направление то есть а вам не нужно на сегодня мобильный рынок и обычный грубо говоря интернет для больших компьютеров но если вы допустим возьмете такую вещь как блокчейн да вот прикиньте себе то там нельзя взять вот я буду писать блокчейн блокчейн это всего лишь технология но сервера вам понадобится и у вас появится выбор допустим в инстаграме сервер написан серверная часть над jango это удобно это защищенно это классно это легко это круто и джанга настолько допустим мощнейшая вещь что там ну не знаю но ни один человек даже за всю жизнь и там 50 процентов не использует она настолько там на все случаи жизни все есть понятно что допустим на ней серверную часть делать круто поэтому возьмем блокчейн то нам оказывается надо мобильное приложение лучше конечно его делать на kotlin на kotlin можно серверную часть написать а можно на джанга то есть у вас появляется выбор но в любом случае изучая kotlin вы вплотную боком идете к java только то что в java 40 строк kotlin одна но kotlin это просто следующий этап java если вы берете направление изучать несколько языков то есть берете python kotlin java вам и так при цепи всего будете знать то эти три языка дадут вам написать абсолютно продукты любой сложности изучение двух языков выведет вас на правильное понимание как вообще изучать любой язык потому что у вас пойдет с первых шагов сравнение в общем начните с spb-tu.ru и вперед спасибо ребят вы поняли да я хотел именно рассказать может не очень подробно но что происходит в школе как мы решаем ну неординарно то есть не заготавливая что-то а по ходу выявляем что нам надо спасибо